Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Фотограф из Маутхаузена. Мальчик в полосатой пижаме 2008 года. История, происходящая во время Второй мировой войны и показанная сквозь глаза, невинного и ничего не подозревающего о происходящих событиях Бруно, восьмилетнего сына коменданта концентрационного лагеря, его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря, в конечном счете, приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям. Список Шиндлера. 1993 год. Лента рассказывает реальную историю загадочного Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фабриканта, спасшего во время Второй мировой войны более 1100 евреев. Это триумф одного человека, не похожего на других, и драма тех, кто благодаря ему выжил в ужасный период человеческой истории. Пианист 2002 года. Фильм снят по автобиографии Владислава Шпильмана, одного из лучших пианистов Польши, 30-х годов прошлого века. Главный герой фильма, Владек, занимается искусством, до тех пор, пока территорию Польши не занимают нацисты. Жизнь всех евреев меняется. Их помещают в варшавское гетто, запрещают работать, унижают, заставляют носить отличительные повязки, а через некоторое время отправляют в концлагерь. Жизнь красна, 1997 года. Во время Второй мировой войны, в Италии в концлагерь были отправлены евреи, отец и его маленький сын. Жена итальянка добровольно последовала вслед за ними. В лагере отец сказал сыну, что все происходящее вокруг является очень большой игрой за приз в настоящий танк, который достанется тому мальчику, который сможет не попасться на глаза надзирателем. Он сделал все, чтобы сын поверил в игру и остался жив, прячась в бараке. Свидетели. В начале 20 века в мастерской создается уникальная скрипка, предназначенная в подарок игрейскому мальчику. Инструмент попадает в эпицентр трагических событий, становясь их невольным свидетелем. Главный герой фильма до середины жизни был полностью уверен, что знает все о своей семье, пока не получил полное драматизма и эмоции письмо из прошлого. Тот, кто был близким и родным, оказывается совсем другим человеком. Как теперь жить с этой балли, как найти себя и вернуться к эстакам? Люи Икс. Они – дети атомного века, сверхлюди, новое звено в цепи эволюции. Каждый из них был рожден в результате уникальной генетической мутации, наделившей их с детства необыкновенными способностями. В мире, где царят ненависть и предрассудки, мутанты – причудо науки и каприз природы. Этих изгоев ненавидят и боятся, те, кто не способен понять и принять их индивидуальность. И все же, несмотря на невежество и агрессивность масс, тысячи мутантов выживают. Под руководством профессора Чарльза Ксавье, телепата с мировым именем, одаренные ученики научились контролировать и управлять своими удивительными способностями в интересах человечества. Но не все мутанты разделяют взгляды профессора. Могущественный мутант Магнета, которому подвластны все металлы, собрал команду единомышленников. Он не верит, что люди и мутанты когда-либо смогут мирно сосуществовать. Они разработали план, чтобы осуществить захват власти над миром. И тогда только ученики профессора Ксавьера смогут защитить этот мир. Собибор. История сопротивления человеческого духа бездушной мошене уничтожения. В октябре 1943 года заключенные лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печорским поднимают восстание. Единственное успешное восстание в нацистском лагере смерти. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!